Префиксы an, dis, in, im, ir, il в английском языке. Давайте поговорим про эти префиксы более подробно. Значит, при образовании некоторых слов и добавлении префиксов есть закономерности. Значит, закономерности есть в следующих префиксах im, ir и il. Давайте их разберем, эти закономерности, эти правила, а потом перейдем к оставшим префиксам. Итак, правило заключается в следующем. Если слово начинается с m или p, то мы ставим префикс im. Например, immature – незрелый. Mature – это зрелый, а immature – незрелый. Например, he is immature – он незрелый. Далее, mortal – это смертный. Immortal – это бессмертный. И получается immortal. Далее, probable – вероятный. Соответственно, начинается на p, поэтому получается probable – невероятный. Мы все знаем слово probable – вероятность, синоним maybe. Далее, patient – терпеливый. Начинается на be impatient. Например, he is so impatient. Он такой нетерпеливый. Perfect – совершенный. Imperfect – несовершенный. Далее, impolite – невежливый. Polite – вежливый. Impolite – невежливый. Например, don't be impolite – не будь невежливым. Это означает be polite – будь вежливым. Далее, purity – чистота. Impurity – не чистота. Pure – это чистый. И далее, смотри, даже сложное слово. Prudent – это благоразумный. Imprudent – это неблагоразумный. В принципе, часто употребляемые слова из этих – это impolite. Давайте вот выделим. Impolite. Далее, impatient. Impolite – невежливый. Impatient – нетерпеливый. Остальные достаточно редко. Ну и, конечно же, мы забыли еще с вами про одно очень важное слово. Это слово impossible. Но перевод я писать не буду, потому что и так понятно. Impossible – это невозможно. It's impossible. Это невозможно сделать это. It's impossible to do it. Вот такое правило. Смотрите, что касается ir и ill, здесь действуют похожие правила. Если слово начинается на r, то мы добавляем префикс ir. Например, responsible – ответственный, обязательный. Irresponsible – безответственный. He is so irresponsible. Он такой безответственный. Если слово начинается на l, то мы добавляем ill. This is illegal. Это нелегально, то есть незаконно. Illegal. Слово legal начинается на l, добавляем ill. Значит, вот здесь в эти суффиксы можно прогнозировать, что и что. А что касается других суффиксов – undis in. Здесь нет никаких особых правил. Здесь нужно чисто запоминать. Давайте посмотрим примеры с префиксами undis in. Итак, например, что у нас с вами есть? Unemployed – безработный. Давайте сделаем shift покрупнее. Может быть, не все хорошо видят, но чтобы уже было совсем в цель. Ну, я думаю, сейчас вот стало замечательно. Значит, разбираем. Итак, unemployed – безработный. Например, there are many unemployed people nowadays. Сейчас есть много безработных людей. Unhappy – несчастный. She is so unhappy. Она такая несчастная. Unpredictable – непредсказуемый. The results are unpredictable. Результаты непредсказуемые. Disadvantage – недостаток. It's a big disadvantage. Это большой недостаток. Disrespect – неуважение. Don't show disrespect. Не показывай неуважение. Dislike – неприязнь. I dislike it. То есть, мне это не нравится. Или по-другому I don't like it. Dislike может выступать «не нравится» глаголом и неприязнь существительная. Inconvenient – неудобный. It's so inconvenient. Это так неудобно. И еще два примера. Inactive – неактивный. И indirect – не прямой. Но на самом деле давайте посмотрим, какие слова употребляются здесь часто. Это unemployed – безработный. Также disadvantage – недостаток нужно обязательно знать. Также unhappy – несчастный. Но это вот основные. Другие употребляются слова реже.